Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Изучение по Новому Зариту нашего издания Крестово-Звиженской общины города Барнаула Книги Откровений отца Геннадия Фаста Сборник толкований святых отцов 31 святой отец говорил нам во времена своей жизни Проповедовали христианам, толковали о книге Откровения Святого Иоанна Богослова И вот мы с братом улучшили время Потому что обязательно нужно исследовать священное писание И самый насущный вопрос сейчас Пока мы тут морковку заготавливали Вернее морковку с капустой перекладывали в банки И у нас зашла речь как раз о книге Откровения И вот сейчас самый насущный вопрос у людей Около церковных, так и околорелигиозных Это число антихриста 666 Или еще говорят 3 шестерки И там вот эти вот штрих-коды И там 3 шестерки У нас один брат вообще не попался на это Потому что он потом каялся Да, а один так попался, что до сих пор нету Хотя братом было и вообще не было Вот как люди попадают Как раз с этим братом, который попался А потом покаялся Мы вот с ним сели Вот эту главу 13 Книги Откровения Разбирали, столковали Ну и значит не только до него может дойти До других людей И вот мы сейчас будем читать просто книгу Откровения С толкованием Ну может быть что-то будем беседовать Потому что мы уже это все проходили неоднократно Нам самим это очень интересно И с людьми поделиться своими мыслями об этом И особенно о том, как это нам преподнести святые отцы Итак, читаем книгу Откровений 13 глава, 1 стих И стал я на песке морском И увидел выходящего из моря зверя С семью головами и десятью рогами На рогах его было десять диадим А на головах его имена богохульные Толкование святых отцов Можно себе действительно представить Что Иоанн, находящийся на отрыве Патмосе Стоит на берегу на песке морском И вот то, что он видел Реально переплетается уже с видением духовным Или же все это происходило в видении Из моря житейского, всегда волнующегося и много Метущегося суетой и грехами Из моря земных народов Увидел Иоанн выходящего зверя Кто этот зверь? Этот зверь по верованию церкви Есть антихрист Здесь необходимо указать на ряд Неверных пониманий того, кто будет антихрист Неверно понимать, что антихристом будет сам сатана Сатана не может по примеру Христа воплотиться Да и Писание ясно различает сатану и антихриста Как написано здесь же в книге Откровения 20 глава 10 стих Дьявол вежен в озеро огненное и серное Где зверь и лжепрород И апостол Павел называет антихриста человеком греха 2 Фессалантийцам 2 глава 3 стих А не сатаной Так разумели и святые отцы Святой Ан Златоус говорит Кто же есть сей? Не сатана ли? Нет Но человек некий Всякое его приемлющее действо Святой Ефрем Сирин Говорит Не сам же родится сатана Но во образ его Придет Прискверный как тать Святой Ан Дамаскин говорит Не сам дьявол будет человек Но По Господню Вочеловечению Да не будет Но человек Из блуда родится И поднимет Все действия сатаны То есть антихрист Не сам сатана Но человек Которого вселится сатана И который будет Всецело орудием сатаны В кончину века Неверное понимание Что антихрист Это Некоторое отвлеченное понятие Вроде отступление Безбожие Ереси И подобное Этому Этому противоречит Ясное указание апостола Что антихристом Будет человек греха Вторая фессантис Сум 2.3 О нем писание Говорит как о человеке В единственном числе Которому присуще Действия конкретного человека История христианства Полна таких примеров Когда люди Имеют ревность По боге Но не по рассуждению Римлянам 10.2 И в определенных событиях И явлениях Как например Римская павста Реформа патриарха Никона В России Революция Видят пришествие Антихриста И его царства Как правило Сами же Исторические события Полностью И опровергают Это мнение Так например Даже российского царя Почитали за Антихриста Но вот прошло уже Более полувека Как свергнут царь в России А мы уже скажем Что прошел век Как свергнут царь в России А история идет Своим чередом Также неверно понимание Что некоторые нынешние государства Где процветает атеизм И безбожие Являются уже Наступившим царством Антихриста Это Опровергается хотя бы уже тем Что Все действия Антихриста Которые мы далее увидим Описанными Еще не наступили Все большее развитие греха Нечестия Ереси Лжеучений Безбожия Есть то Отступление Это Слово Божие О котором пишет Апостол Павел Второй Фессалакийцев Вторая глава Третий стих И который Предваряет И Приготавливает Установление В мире Самого Антихристово Царства То есть Нужно не только Думать о том Как число попадет Там вот эти вот В основном Это потому люди думают Что есть вот эти Печати всякие Что можно уже вставлять Все Это самое главное То есть Все как бы умные И да Вот Ну как уже заметили Как только Футбольная или хоккейная команда Плохо играет Ну особенно наша русская То всегда Найдется Не один тренер А миллионы тренеров То есть Все знают Как правильно играть И тут Вот здесь То же самое Действие делает Это говорит о том То есть Все знают точно Что будет У человека Как там правильно Печать будет ставиться Обязательно Это будет что-то втыкаться Правую руку Там чип какой-то Все уже чип 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 Уже 66 Это четко чип Ну правильно Все То есть Все знают Как все произойдет У нас же умные все люди Как с этим футболом Или с хоккеем Точно так же И здесь тоже Узнали только Просто кто-то даже услышал В 656 И там чип В правую руку Или в чело Или ну даже не в чело В голову просто говорят Или в лоб И все уже об этом Только и говорят Подождите Так приготовления еще будут Вот нам Слово Божие говорит Приготовления Подождите Подождите Еще боя нету К бою нужно подготовиться Нужно тренироваться Там вырастить спортсмена Он еще маленький Спортсмен Его нету даже еще А отец хочет Чтобы был боксер Так подожди Его вырастить надо А может ему по голове дадут Первый раз в три года И все Его не станет Никем Стряхнулось Итак Давайте По порядку Все Узнавать об этом И об этом И историческом моменте Который еще предстоит нам пройти Неверно и то понимание Что Антихрист Это один из ранее Бывших на земле Правителей В пример Приводят Нерона Домициана Наполеона Ленина Ну и так далее Во первых Сама жизнь Этих людей Показывает Что не совершили Они того Что сказано В писании Об Антихристе Иные На основании Таких мест Как 13 глава Книга Откровений 3 стих 17 глава 8-11 стих Считают Что воскреснет Кто-то из людей Подобных Названным Воцарится И будет Антихристом Это неверно Хотя бы уже потому Что сатана Не может Никого Воскресить А указанные места Церковь Толкует Иначе Личности Которые Своей деятельностью Наносили Великий Вред Церкви И истине Которые Преследовали Христиан Уничтожали Народы Вергали Миллионы Людей В пучину Лжеучения И ереси Прелести Обмана Греха И нечестия Безбожие Неверие Должны Рассматриваться Как Предтечи Антихриста Приготовляющие Ему путь Писание Иногда Говорит О многих Антихристах Итак И как вы Слышали Что придет Антихрист И теперь Появилось Много Антихристов Это Первое Послание Иоанна 2 глава 18 стих Еще более Ясно Об этом Сказано В 1 Иоанна 4 главе 2 3 стих Духа Различать Антихристами Тайнозр Тайнозритель Видит И я Я возвещу вам Что будет С вами В грядущие Дни Дан Будет Змеем На дороге Аспидом На пути Уязвляющим Ногу Коня Так что Всадник Упадет Назад На помощь Твою Надеюсь Господи Бытие 49 глава 1 стих И 17 18 стихи Через Дана Древний Змей Сатана Ляжет На дороге Который Бог Который Бог Ведет Людей Ко спасению Это И есть Тот Змей Который Будет Жалить Как написано Спасителя Это От Автора Геннадия Фаста В пяту Бытие 3 глава 15 стих Антихрист Будет Написано Вести Войну Со Святыми И победит Их 13 глава 7 стих Об этом Говорит Так Яков Из глубины Веков Провидит Что От Дана Придет Антихрист Как бы Содрогается И восклицает На помощь Твою Надеюсь Господи И Моисей Человек Божий Благословил Сынов Израилевых Пред Смертью Своею А Дане Сказал Дан Молодой Лев Который Выбегает Из Восса На Второзаконе 33 глава 1 стих 22 стих Так Так От Дана В кончину Века Выбежит Молодой Лев Рыкающий Ища Кого Поглотить Это Об Антихристе Приходящий 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 Город Город Живущих В нем Еремия 8 глава 15 16 стих Так Пророк Амос Говорит О Времени Антихриста В тот День Истоевать Будут От Жажды Красивые Девы Юноши Которые Клянутся Грехом Самарийским И Говорят Жив Бог Твой Дан И Жив Путь В Версавию Они Падут И Уже Не Встанут Амос 8 глава 13 14 Стих Жив Бог Твой Дан Бог С Маленькой Буквы Указанием На Происхождение Антихриста От Колена Даного Служит И то Что Из Колена Даного Отсутствует Запечатленные Печатью Бога Живого Что Мы Читаем Откровение 7 Стих Из Колена Иудина Были Помазаны Израильские Цари И От Него Воссиял Христос Из Колена Даного Грядет Антихрист От Евреев Пришел Христос Спаситель От Евреев же Придет Антихрист Губитель Все Основные Силы Неба И Ада Проявляются В Мире Через Евреев Еврейский Народ Находится В Сердцевине Всего Человечества Его Истории Святые Отцы Указали Не только На происхождение Антихриста Их С колена Даного Но и на то Как он Родится Так Святой Ипполит Римский Пишет Спаситель Мира Желая Спасти Род Человеческий Родился От Непорочной И Девственной Марии Подобным Образом Также И Дьявол Придет На землю От Нечистой Женщины Родиться В Обольщении От Девицы Слово О Кончине Мира Параграф 22 Святой Ефрем Сирин Говорит Поскольку Спаситель Вознамерившись Спасти Род Человеческий Родился От Дево То и Он Это Враг То есть Антихрист Умыслил Восприять Образ Его Пришествия И Прельстить Нас От Скверной Девы Родится Его Врага То есть Орудие Но Сие Не Значит Что Он Воплотится Придет Же Все Скверные Как Тать Слово 38 На Пришествие Антихриста Так Антихрист Родится От Скверной Жены Блудницы Из Еврейского Народа По Проведению Девы Из Колена Даного Начиная Со Своего Рождения Антихриста Все Будет Уподобляться Христу И Тем Справедливым Называется Антихрист Ибо Анти Означает По-гречески Вроде Или Вместо Далее Он Вместо Зверя Вместо Антихриста Совпадет С Видом Зверя Сатаны В 17 Главе Этим Указывается Их Сродство И Сходство Антихрист Находится Всецело Во власти Дьявола Является Его Орудием И его Олицетворением На земле Иоанн Видит Зверя Семю Головами Этим Указывается На Седмеричный Круг Земной Жизни Зверь Это Царство Сатаны На земле Голова Управляет Всем Своим Телом Поэтому Семь Голов Это Семь Царей С Царствами Через Которые Сатана Во Все Времена Осуществлял Своё Господство На земле И Потому Полноправно Мог Называться Князем Мира Сего Иван Глиот 12 Глава 31 Стих Идёт Князь Мира Вот Мы видим Что Можно Из этого И Взять Всего Навсего Только Начали Читать Первый Стих Сколько Мы Уже Всего Много Знаем О всей Библии Конечно Хотелось Бы Здесь Людям Сию Минутно Сию Секундно Мгновенно Хотящим Какое-то Чудо Увидеть Необыкновенное Такое Чтобы Чтобы Такая Эйфория Вошла В сердце В мозг И потом Где-то Кому-то Побежать Тут же Как Бабушке У забора Это У Подъезда Кому-то Набрехать Уже Всё И сказать Вот Там Такое Есть Невероятное Глаза Чтобы Горели Но Нет У этого Ничего Для Того Чтобы Познать Что Такое Число 666 Там Написано Ещё Имеет Ум Кто Узнает Это Что Это Такое Откуда Там Интересное Толкование На это Даётся Ещё Которые Никогда Сектанты Не смогут Применить А неверующие Уж Тем более Читали Неверующие При мне Я прям Специально Давал Молодым Людям Таким Грамотным Пятёрошникам Там В институтах Читать Читали Они Я говорю Ну как У них Глаза Глаза Горят Один Глаза Горят У него Прочитал Это Это Просто Необыкновенно А чё Необыкновенно Я тебе Передать Не могу Ну и тут Столько Такое А что Такое Они поражаются Тому Что Сколько Бед Приходит На людей Там Одни Беды Больше Ничего Нет И пока Что Мы Никаких Бед Не Видим Где Наши Беды Революция 100 лет Назад Её Уж Забыли Даже Ленин Никто Не Знает Молодые Люди Уже Коммунисты Они Опять Хотят Это Испытать А На Украине Фашисты Которые Тоже Хотят Испытать Что Немножко И так Далее При Нероне Что Ли Ну Когда Что Когда Плохо Это Было При Нероне Люди Строили Амфитеатры Там Бились Люди Друг С Другом Умирали На глазах Друг Друг Резали Интересно Было Посмотреть Кому Было Плохо Ну Одному Двум Трем Тысячам Ну Сотням Тысяч Ну Миллионы Десятки Миллионов Сотни Миллионов Жили Хорошо Даже Голод Не посетил Вселенной Всего мира Не было Такого Голода Ну Где-то Там Голод Был Где-то Были Моры Какие-то Болезни Для того Чтоб Нас Подстегнуть Господь И спит Дал Чтоб Люди Спали Там Где Надо Слово Спит То Еще Спи Просто Спи Заместо Того Чтоб Бродить По Этим Дискотекам Спи Дома Лежи Не Броди По Темным Улицам Города Не Броди Там Все Только Солнце Коснулось Горизонта Быстренько Домой И сиди Там И не Будет Никаких Насилований Всяких Убийств Начинают Искать Наркотики Водку Удовольствие И что Находят Смертушку Сколько Тут На Новый Год Резать Начали Уже Дошло До того Что Закрывают Все Магазины Все Ларьки Где Продают Водку Когда День Города Или Праздник Потому Что Знают Чем Это Закончится Или Мордолитием Великим Или Порезами Ну Вот Так что Видите Как мы Постепенно Идем Постепенно Нужно Идти Вот Как раз Это Тем Людям Которые Сразу Вычисляют Число Зверя Уже Они умные Они умнее Всех Вычислили Все И сидят Готовятся Вы Готовьтесь К тому Христос Как Тать И Скорее Всего Он Придет До Того Как Вы Еще Узнаете Есть Антихрист Или Нет И Он Придет К вам Вот Вам И Будет Времена Антихриста Но Только Поздно То Что Говорят Святые Отцы Что Там За Три Минуты Можно Покаяться Когда Попадаете В аварию Никто Ничего Не Кается Никто Не Молится Одна Только Мысль Неужели Это Происходит Со Мной Больше Никакой Мысли Не Бьется Нет Такой Мысли Господи Все Я Сейчас Погибну Я Каюсь Человек До Конца Каждой Клеточкой Своего Существа Хочет Жить До Конца Хочет Жить Какой Ты Верующий Не Был А Когда Наступает Вот Эта Старость Немощ То Ты Понимаешь Что Скоро Убирать Пусть Какая Мысль Небольшая Закрадется Как Бы Не Познать Этой Смертушки Даже Сам Господь Если Кто Скажет Да Нет Я Не Такой Но Это Только По Великой Глупости Еще Не Дошел До Этого Просто Нет Такой Ситуации Господь Сам Сам Возопил Пронеси Чашу Господи Мимо Меня Отче А уж Господь Был Безгарешен Он То Знал Что Он Воскреснет Вот Так Вот А мы И Зная Что Можем Воскреснуть Все Равно Молодушестым При Мысли О смерти Поэтому Вот Сейчас Надо Готовиться К смерти Не К тому Что Придет Антихрист Тоже Это Надо Подготавливаться Об этом Святые Мужи говорили Апостол Павел Ждал Антихриста И мы Должны Но мы Должны Ждать Его Как Смерти То есть Ну Придет Антихрист А мы Бодрствуем Мы Веруем Во Христа И мы Не встретили Антихриста Мы Сказали Другим Так Это Не Христос Это Антихрист Пускай Ты скажешь Что это Не Антихрист Ты скажешь Ну Только Это Не Мессия Допустим Мы Не Пророки Мы Не знаем Что это Антихрист И нам Скажут Вот Он Как Мессия Себедет А мы Посмотрим И скажем Нет Он Не Ведет Себя Как Мессия Вот Надо Жить Бодрственно Как Вот И Нужно Трудиться Нужно Бодрствовать Постоянно Просыпаться Рано Всегда Быть Словом Божиим Постоянно Быть На Занятиях Занятия У нас По Скайпу Идут Каждую Среду Пупков Можно Выйти На Скайп Набрать Сергей Пупков Один Занятия У нас С детьми Занимаемся Мы Желаем Чтобы дети У нас Были Не просто Как дети Верующих Людей А были Наши Братья И сестры Искренно Верующие То есть Рожденные Свыше Ну Пока Что Как У нас Только Отрицательные Результаты Есть Положительных Нету Но Мы В тюрьму Тоже Ходили Тоже Не Видели Положительных Результатов А люди Брали Евангелие Читали Господь Спасает Не мы Мы Иногда Поступаем Не так Как Господь Велит Нам Тяжело Людям Осознавать Это Да Все Да Господу Нашему Слава Во веки Веков Аминь